Овны, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на март месяц. И первая карта для вас. Карта семерка жезлов. Семерка жезлов показывает преодоление ваших трудностей, преодоление каких-то бригад. Уже в начале месяца то, что у вас до сих пор были какие-то перемены, то вот уже в начале март месяца показывает, что от вас это уходит. Может быть для некоторых было трудно найти новую работу, для некоторых было трудно принять какое-то решение. Но то, что эта ситуация из вашей жизни в ближайшее будущее уходит, это показывает уже в начале марта. Давайте посмотрим следующая карта, это что будет у нас. Это карта башни, разрушение. Карта разрушения. Карта разрушения показывает, как мы сказали, что уходит ваша трудность. И для некоторых может быть после какие-то разрушения в отношении. Кто-то уходит от старой работы и всё-таки решается уйти на новую работу. Для некоторых вы должны сами разрушить в вашем характере что-то. Какие-то стереотипы, может быть какие-то ваши страхи, что может вы не преодолеете вот эти трудности. Но то, что вам это нужно сделать вот сами, за вас это никто не решит, пока вы сами не возьмёте какой-то ответственность. Давайте посмотрим следующая карта. Это карта тройка мечей. Такое предупреждение хочу сказать, что для некоторых это будет или узнают о какой-то измене, да, или узнают о какой-то правде, но это правда уже как болезненно, да, для вас это очень тяжёлое. Да, может показать, что после какие-то трудные перемены в вашей жизни, в начале марта это потихонечку уже уходит, да. Может вы сами уже устали страдать, да, устали что-то менять и просто отпускаете руки и уходите в новое. Давайте посмотрим в середине марта, что вам высшие силы подсказывают. Это карта рыцарь-кобка. Уже в середине вам нужно, да, как рыба в воде, плыть по течению. То, что происходит, вы должны уже идти вперёд, да, вы не должны зацикливаться на прошлое, да, что у вас было плохое, да. Вы идите вперёд. То, что вам нужно уже в середине включить, да, просто освободиться от что-то, от ваших этих трудных, то, что идти вот по вашему пути, который, может, это вы решили, да, вот в начале. Здесь ещё хочу сказать для некоторых, которые были какие-то разрушения именно в отношении, здесь может быть появление новых отношений, да, может, знакомство с кем-то у вас будет. Давайте посмотрим следующая карта, следующая карта для вас. Это двойка пентаклей. Двойка пентаклей всё-таки показывает ваша зыбкая почва. Постарайтесь, да, если сохранить то, что у вас вот на середине месяца есть, да, постарайтесь не в шаг влево, не в шаг вправо что-то это самое, потому что это могут пойти на разрушение. И, как я сказала, для тех, которые есть отношения, не входите в треугольники, потому что здесь может появиться новых отношений, и для вас это будет то, что вы делали какой-то шаг неправильный, и пойдёт это вот разрушение. Давайте посмотрим следующая карта, следующая карта на середине, девятка мечей. А девятка мечей показывает даже то, что вам тяжело, даже это болезненно, да, но вам нужно осознавать, да, мужчины и женщины, те, которые имеют отношения, постарайтесь не входить в третий лишний в отношения, да, потому что здесь будет тянуть, и для вас это, вот, знаете, вот это, вы сами разрушите своими руками, да, ваши отношения, да, вы сами себе что-то будете сделать в жизни, да. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца, и это у нас Паш Пентакли. А Паш Пентакли показывает, в конец месяца вам нужно вкладывать себя, да, где-то, вот, знаете, может кто-то обучение пройти новое, да, кто-то, может, ждёт какие-то новые финансы, для этого, ну, как бы тяжело. Но под конец, вот, как, вы знаете, как высшие силы вам даёт возможности преодолеть эти преграды, трудности в вашей жизни, для того, чтобы вы уже начали новые в вашей жизни. Может, кто-то хочет что-то купить, да, и осознаёт, что пока не может делать, да, может много говорить, но пока какие-то возможности нет, да. Но здесь просто есть такая, знаете, как это, да, вы думаете, но уже пора начинать какие-то действия, да, какие-то шаги вперёд. Давайте посмотрим следующая карта для вас. Это Король Жезлов. Король Жезлов, мужчина, это вас показывает, то, что вы благородная. А для женщины показывает, что может, для тех, которые в отношении, есть такой мужчина рядом, да, который вот благородный, который он может вам помогать спокойно, да, что-то вам может, свою помощь, да, может это. Но хочу сказать, что именно вот в конец месяца для вас, для тех, которые одиночек, нужно будет более благородно, да, более относиться. Если, может, здесь кто-то попросит у вас помощи, знаете, как для вас будет, как проверка свыше, да, будут проверять, как вы будете относиться благородно к другим людям, так и к вам будут относиться, да, так и высшие силы вас сверху, вот, ну, как бы будут одарить то, что вы, как будете себя вести, да. Давайте посмотрим карта совета, что вам высшие силы советуют для вас. Карта совета. Пятёрка мечей. Идите вперёд и не нужно бояться, да. Да, может, как сказали, в прошлом были перемены не в лучшую сторону. Но здесь не нужно бояться. Здесь постарайтесь и, вот, знаете, осознать, что, да, происходили какие-то ситуации, да, было болезненно, да, было тяжело, но это всё уходит. Не всегда же остаётся у нас чёрная полоса в жизни. Поэтому постарайтесь здесь вот эти страхи убрать из вашей жизни и идти вперёд. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.